Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Однажды моя гостья сильно заболела. К сожалению, в тот момент единственным решением было удалить весь кишечник и часть желудка. Самое ужасное было в том, что ее ожидала жизнь с питанием через зонт. После этого ангел Господа явился ей. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Джоди Хьюис и ее супруг уже участвовали в передачах. Супруги Хьюис приняли участие в ананасовом пробуждении в Австралии. Там есть строение в форме ананаса. За свою жизнь супруги Хьюис видели тысячи людей, которые спаслись, исцелились и приняли даренных языков. Они видели все. Посредством всего этого только родные и близкие Джоди Хьюис знали об этой беде. Все дело в том, что Джоди сражалась с заболеванием на протяжении долгих 30 лет. Лет. Да, это долго. Дело в том, что Господь Иисус дал вам откровение о декрете небесного царя посреди этой борьбы. Да. Расскажите об этом. Что такое декрет царя? Итак, декрет царя – это устное высвобождение слова нашего Господа. Более того, я верю в то, что мы – это декрет царя. Мы имеем власть на земле высвобождать слово нашего Господа. Бог призвал и помазал нас. Он назначил нас царями про возглашение на земле. Наш Господь Иисус Христос просит нас открывать уста и высвобождать то, что Он сказал на небе. Наш разум с трудом верит в то, что мы живем этим, поэтому мы вещаем об этом. Джуди, пожалуйста, ответьте на один очень и очень важный вопрос. Вы говорите о том, что любому из тех, кто смотрит нас, всемогущий Бог доверил должность и служение быть царскими декретами на земле? Вы правы. Бог говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Здесь не сказано о микрофоне, о телевидении или же о вашем духовном наставнике. Здесь сказано вы. Каждый верующий в Иисуса Христа должен открыть уста и говорить и высвобождать правду на земле. Мы – представители Господа и Его послы на земле. Джуди, вы узнали об этом декрете. Вы узнали много об исцелении за эти 30 лет войны со своей болезнью. Расскажите нам о том, как вам было тяжело. Это было ужасно. И долго. И долго. Джуди, почему вы не сказали «я сдаюсь»? Я останусь в этом положении до конца жизни. В сердце я знала откровение Господа Бога. Он говорил, я целитель и Бог воскресения и жизни. Порой мне было тяжело, но в моем сердце была вера в слово, сказанное нашим Иисусом. Были моменты, когда я вставала в палате. Я вставала, и трубочки падали с меня. Знаете, это было очень забавно. Да, я делала это. Не знаю, я бы заплакал. Я заплакала. Я шла в ванную, заклеенную многими листочками с обещаниями из Божьего Слова. Да, их было много. Я плакала и говорила моему Господу. Дорогой Иисус, Ты – Бог воскресения и жизни. Ты – целитель. В Псалме сказано «Мой Бог и мой Царь провозглашает победу Израилю, народу Бога» или же Иакову. Иаков плакал. Я заплатил цену Божия. И я говорю, что Ты – Бог, провозглашающий победу. Поэтому я делала именно так. Я представляю, как Иисус Христос посмотрел на вас и сказал «Я доверяю этой женщине». Неотступность важна. Продолжайте стучать в небеса и продолжайте просить, продолжайте верить. Знаете, Сид, наша вера – это упование на то, что мы не видим пока. Я знаю, что есть то, чего я пока еще не увидела от Бога. Я видела это в духе. И я продолжаю просить об этом Господа. Расскажите о болезни. Ну что ж, было много осложнений. У меня была неизлечимая болезнь кишечника. У меня была аллергия на лекарства. Я перенесла две операции, после чего мне стало хуже. И врачи в данном случае не помогли. Тем временем вы молились, и люди исцелились. Да, мы всегда служили Богу. Люди всегда исцелялись. Мы всегда видели, как Господь совершал чудеса в аудитории. Я не видела улучшений в моем случае. Мне становилось все хуже и хуже. Я полагалась на слово и верила. Я молилась Боже. Ты делал это для них, и ты сделаешь это для меня. Мы с моим супругом постоянно видели чудеса на служении. И знаете, я вела войну за чудо. Я говорила, Бог, если ты излечишь меня, то мы увидим много исцеленных во имя Иисуса. Это было удивительно и сверхъестественно. Итак, вы получали искусственное питание. Это было просто невыносимо. Расскажите о том, как вас привезли в больницу. Я попала в больницу, ведь я похудела на 36 килограмм. Я не могла принимать пищу. Я была худой, кожа до кости. И я в конец ослабла. Мой дух был жив, и мы были в пробуждении. Мой дух был жив, но тело было бессильным. Вы понимаете, в то время я с трудом пила даже воду. Я знала, что мне надо в больницу. По прибытии туда меня сразу отвели к докторам. Доктора сказали мне, единственный путь, как мы можем помочь вам, это удалить кишечник, половину желудка и кормить вас из трубочки до конца жизни. В такие секунды проявляется вера. В такие моменты ты решаешь, поверить в диагноз и наполниться страхом, или верить в Божье Слово. Я спросила себя, верю ли я врачам. В своем духе я услышала, нет, Бог не обещал мне это. Это не моя судьба. Я помню, как я взывала к Богу, и тело было слабым. И тогда я сидела в коляске, ведь у меня не было сил, и мышцы почти исчезли. У меня не было сил даже встать. Итак, однажды я сказала своему супругу Бену, привези меня в часовню больницы, мы помолимся там. Тогда я молилась особенной молитвой лишь об одном. Господь Иисус, открой книги небес, где ты записал мои обещания и мои дни. Открой их и прочти. Прочти их в престольном зале, ибо ты не человек, что был гать. Я знаю, что когда ты прочтешь их, ситуация изменится. Я повторяла, Иисус, ты Господь Бог Лазаря. Даже если мне кажется, что надежды нет, я знаю, что ты Бог Лазаря и Господь силы воскресения. И я молилась такой молитвой каждый день. Друзья мои, Священное Писание говорит о том, что Лазарь умер. Христос пришел ко гробу через несколько дней. Они сказали, уже пошел запах, но Лазарь ожил. Итак, вы сказали Господу, Бог, ты Бог Лазаря. Эти слова подарили надежду, потому что у меня не осталось никакой надежды. Они дали надежду, действительно. Надежда Христа была сильней моей беды. Я чувствовала себя ужасно. Я сказала Богу о своем отчаянии, дай мне чудо сейчас. Я сказала супругу, попроси людей молиться с нами. Вы понимаете, я не из рубковой десятка, но я нуждалась в молитвенной поддержке в те дни особенно. Бен бросил молитвенный клич в интернете. Слава Господу Иисусу за то, что тысячи людей молили за меня. Это чудо. Бог поднял людей ради нас в тот момент. Я почувствовала, как надежда вернулась ко мне. Духовная атмосфера изменилась в те минуты. Я могу описать это так. Я лежала и не двигалась. Атмосфера наэлектриализовалась. И я чувствовала ее здесь и сейчас. Это было удивительно. Когда люди рассказывают о проникновенном Божьем прикосновении, та же самая сила сходит на зрителей в зале и на наших телезрителей. В этот момент сила Бога сходит и на вас, дорогие телезрители. Да, в тот момент я получила сообщение от моего друга из 43 главы пророка Исаии. В том стихе сказано, пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Мой друг и не представлял, что в тот момент у меня была аллергическая реакция снова. Мои внутренности горели. Когда я получила этот стих, вера вернулась ко мне. Слава Господу, что ощущение жара покинуло мое тело в одно мгновение. Затем моя вера поднялась во мне еще больше. Все было так. Я провозгласила. Ты воскрешаешь до сих пор. Слава Господу за то, что теперь я могла поворачиваться хотя бы немного. Сид, однажды я лежала в кровати в больничной палате. Итак, я посмотрела в угол палаты. Неожиданно я увидела ангела, входящего в палату. Это было на его. Ангел был словно наложен на земную реальность. Я проснулась и увидела ангела, стоящего там. В тот момент я заплакала и сказала, Бог, Ты вспомнил обо мне. Ты вспомнил. Исаия пишет, Ты назвал меня по имени. Я сказала, Господи, Ты открыл те книги. И я знаю, что Ты читаешь мои обещания. Я посмотрела на ангела и увидела в его руках дощечку с зажимом и шариковую ручку. Как вы знаете, такое бывает в сверхъестественном. И я уже знала, что на дощечке есть мои обетования. Бог сдержал слово. Он открыл книгу и отправил ангела в тронный зал. Чтобы вы знали об этом. Да, именно так. Атмосфера была пропитана электричеством. Я чувствовала славу и надежду. Его веру и любовь. Я наблюдала за ангелом, и ангел поднял ручку и подчеркивал обещания за обещанием. Обещание за обещанием. Обещание за обещанием. Самочувствие начало улучшаться. Я чувствую это здесь и сейчас, пока говорю. Я знаю, что Господь Бог читает свои обещания прямо сейчас. И ваша ситуация обязательно изменится. Не переставайте верить и молиться. Я лежала там. Несколько раз я называла ангела проверяющим, потому что он подчеркивал обещания, отмечая их галочкой. Слава Богу! Да. Вначале ангел Господа смотрел на меня строго. Божья сила наполнила палату. Я подумала, почему ангел, проверяющий книгу, такой серьезный. Когда ангел подчеркнул несколько обещаний, я поняла, что болезнь оставила меня, мучения оставили меня, и боль ушла. И тогда настроение ангела изменилось. И от Божьего ангела исходил мир и покой. Оказывается, ангел смотрел строго не на меня, но он был строг к врачу, который держал меня в мучениях, недугах и болезнях столько лет. Я снова начала наблюдать за ним. Вы знаете, это сложно объяснить, но в тот момент слезы полились из моих глаз. Я продолжала и продолжала рыдать. Бог, Ты вспомнил обо мне. Ты воскрешаешь. Я поняла видение с ангелом. Бог не забыл ни единого обещания о моей жизни. Господь не забыл их порядок и их структуру. Там были километры этих обещаний. Он читал их снова и снова. Снова и снова. Это не прекращалось ни на секунду, и было славно. Господь читал эти обещания долго. Долго, долго. Аминь, аминь. Вы знаете, то заболевание пыталось вернуться ко мне. Верующие, кто пережил подобное, прекрасно знают это ощущение болезни. После этого я поняла, что я выздоравливаю. Это так. Святой Дух сказал мне, отдохни, Джоди. На следующее утро я проснулась в больничной палате. Медсестра стояла рядом со мной, и мне все виделось другим. Я была другой. Ангел не стоял в углу. Я не видела его, но я знала, что он трудится, и что Бог трудится. Я знала это, я ощущала это. Медсестра взяла результаты обследования и сказала, Вы поправляетесь. Она была шокирована. Вот это да. Я сказала, спасибо, Иисус. Итак, я шла на поправку. В тот же день я попробовала поесть, потому что до этого я есть не могла. Мне дали поесть. Знаете, я голодала. Но я могла есть. Я могла пить и встать. Я была слабой. Но я могла ходить по больничной палате. На следующий день, после дня, когда врачи сказали, Вы безнадежны, эти специалисты выписали меня из своей больницы. Это просто невероятно. Сид, вы только представьте себе, специалиста, который сделал мне выписку из больницы, звали доктор Лазарь. Когда мы вернемся, служитель Бога Джоди Хьюис помолится за активацию воскрешения и исцеления от Господа Иисуса в каждую сферу и клеточку Вашей жизни, в каждую область и каждую клеточку далее. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Джоди, когда Вы обнаружили, что Вашего доктора зовут Лазарь, вы радовались, веселились и смеялись очень долго. Что это означало конкретно Вашей ситуации? Я верю, что это была шутка Господа. Он сказал мне, я услышал Твои молитвы, и Ты ожила. Ты воскресла. Расскажите нашим зрителям, что означает возвращение Лазаря. Лазарь вернулся. Итак, в одиннадцатой главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус сказал, «Наш друг Лазарь уснул, но я иду разбудить его». Там не было никакой надежды. Но пришел Иисус и вывел его из гроба. В этом и заключается чудо Бога с Лазарем. Когда нет надежды, наша надежда – это Христос. Это чудо воскрешения происходит в Вашей жизни сейчас. Джоди, Вы чувствовали страх в этой ситуации, не так ли? Да. Страх. Откровенно говоря, даже многие дети Господа Иисуса Христа, верующие в Него, боятся каких-то вещей или людей. Но у Вас есть замечательное выражение. Звучит оно так. Страх – это не Твой пророк. Да, мое исцеление – это долгий-долгий процесс. Что и говорить. Нередко я жила опасениями, страхами и мыслями от сатаны. Я не понимала это вначале. Я размышляла о своем будущем. Я боялась, считая, что у меня его нет. Это был худший сценарий, по которому я жила. Однажды я стояла в ванной и принимала душ. Святой Дух сказал мне это Джоди. Страх – это не Твой порок. Дьявольский страх ушел от меня в ту же секунду. После этого любящий Господь дал мне откровение. Я не хочу, чтобы страх оказывал влияние на Твое представление о будущем. Небесный Отец не хочет, чтобы страх пророчествовал нам будущее или прогнозировал нам наше завтра. Это изменило мое сердце. Я помнила, что Бог велел мне оставить пророчество страха о будущем. Когда я ощущала страх, то я смеялась и говорила ему «нет». Бог говорил другое. Ты будешь здоровой, мое дитя. Я хочу благословить тебя обильно. У тебя будут светлые деньки. Мое будущее состоит из обещаний Бога. Джоди, вы исповедовали все эти обещания Небесного Отца. Также вы делали это в своей спальне. Вы не стали жалеть себя, но проводили просто чудесное общение с Богом в ванной комнате. А теперь, пожалуйста, поведайте нам об этом. Да, я делаю это. Место, где враг атаковал меня, стало местом моей победы. Я ожидала его чудес. Враг загнал меня в ванную, но Бог дал чудеса. Я помню, как однажды одна женщина ругалась в туалете в Уолмарте. Та дама просто достала меня, но, к счастью, Иисус Христос дал мне сострадание к ней. Я подошла и спросила ее у вас, был тяжелый день. Я благословляю вас. Когда я стояла в туалете Уолмарта, я молилась и благословляла ее. Она разрыдалась. Я говорила ей о Божьей надежде, о Божьей любви. И знаете, что случилось? Потом она посвятила жизнь Иисусу. Пожалуйста, повторите за мной слова этой молитвы. Иисус, скажите, Иисус, я принимаю тебя Богом и Спасителем. Прости меня за прошлое, за ошибки. Я верю в то, что твоя кровь смывает абсолютно все мои грехи. У меня новое начало. Я хочу знать тебя. Я не хочу лишь знать о тебе. Я хочу знать лично тебя. Будь моим Спасителем. Пожалуйста, будь моим Богом. Аминь. Сейчас у кого-то из телезрителей исцелилось запястье. Помолитесь тоже. Да. Иисус, спасибо за прикосновение к нашим сердцам. Спасибо тебе за то, что ты возвращаешь им Божий огонь и даешь святость Небесного Отца. Я провозглашаю благодать. Бог говорит, отпусти мой народ. И мы начинаем этот процесс с освобождения пленных в нашем сердце. Господь Иисус, помоги нам простить обидчиков и забыть горечи и обиды, причиненные нам нашими братьями и христианами, и остальными, то есть людьми из мира. Мы просим тебя сотворить чистое сердце в нас. Пусть оно горит для твоего царства. Мы хотим гореть для твоего царства и для тебя, Отец. Отец, мы просим о благодати и откровении, о признании и помазании. Бог, ты определил нам служить в сезон пробуждения. Ты касаешься людей сейчас. Я провозглашаю исцеление во имя Иисуса. Все недуги, немощи и болезни сломлены прямо сейчас. Ваша надежда воскресает, и Бог исполняет свои драгоценные обещания, которые Он дал вам для вашей судьбы. Я провозглашаю силу воскресения сейчас. Господь Бог призывает вас идти вперед. Помазание сходит на ваш голос. До этого вы не могли говорить. Я рушу эту преграду во имя Иисуса. Вы действуете со властью Бога и в огне. Божий огонь сходит на вас прямо сейчас во имя Иисуса. Я в полном восторге. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я освободился от кокаиновой зависимости. Я увидел одну из ваших передач, помолился и получил исцеление. До того, как спастись, я тратил миллионы долларов на кокаин. А теперь у меня есть служение. После этого случая моя жизнь развернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно». Поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джон Хэмил. Я поведу вас за кулисы, и вы увидите того, кто действительно оказывает влияние в Вашингтоне. Вы услышите то, что еще не слышал никто. Вас ждут пророческие слова и встречи президента Трампа. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в передаче «Это сверхъестественно». Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.